Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования VicePlat. Сегодня у нас с вами урок по Java. На этом уроке мы с вами сделаем наше первое приложение на Android Studio. Конечно, добавим в интерфейс кнопку, при нажатии на которую будет происходить запуск какой-нибудь функции. Итак, если вам нравятся такие уроки и вы хотите побольше таких уроков, то обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Давайте приступим. Переключаемся на рабочий стол. Переключаемся. Итак, запускаем Android Studio. Запускается Android Studio. И здесь, конечно, мы с вами создадим новый проект. Берем Start a New Android Studio Project. Нажимаем. Здесь есть, конечно, разные варианты, какие проекты мы можем с вами создать. Например, пустой проект. Можем создать проект с кнопками активности, которые расположены внизу. Конечно, мы можем с вами выбрать любой из этих шаблонов. Давайте с вами остановимся на вот этом шаблоне. Bottom Navigation Activity. Берем Next. Создадим имя нашему проекту MyApplication3. Язык Java. Либо Kotlin, если хотите. Давайте возьмем Java, так как у нас с вами урок по Java. Минимум SDK. Напоминаю, что именно от версии SDK, которую вы выбираете, зависит то, на скольких устройствах может быть запущено ваше приложение. В данном случае выбран API 16. Поэтому ваше приложение будет запущено примерно на 99,8 всех устройств в мире. Поэтому давайте API 16 мы с вами и оставим. Берем Finish. Наш проект загружается. В нем создается минимальная структура. Отлично. У нас с вами загрузился наш проект. Вот он он. Так. Загружается Activity Main, который как раз отобразит у нас с вами интерфейс нашего приложения. Итак, у нас с вами запустился наш проект. Здесь мы увидим наше приложение. Причем наше приложение состоит из трех экранов. Смотрите. Фрагмент Dashboard. Вот он экран Dashboard. Экран Fragment Home. И экран Fragment Notifications. То есть у нас с вами три экрана. Notifications, Home и Dashboard. И главный экран активности. В эти экраны мы можем с вами добавить какую-нибудь кнопку. Для того, чтобы потом при нажатии на эту кнопку вызывать какую-нибудь функцию. Давайте добавим эту кнопку на Fragment Home. Именно сюда. Из Buttons мы берем с вами простую кнопку Button. И тащим ее вот сюда. Центрируем и бросаем. Конечно, мы можем задать ей выравнивание относительно каких-нибудь краев. Наводим мышку на кругляшки и тянем стрелочку вверх. Например, по верхнему краю. Либо по верхнему и по нижнему краю. Либо по левому краю. И, например, по правому краю. Тем самым, наша кнопка станет ровно посередине нашего экрана. Когда мы создали с вами кнопку, у нее есть ID-шник. Вот он. В правом углу мы можем его прочитать. ID Button. Конечно, теперь мы можем создать код для нашей кнопки. Даже если сейчас мы с вами запустим приложение. Давайте запустим его. То мы увидим, что на экране Home у нас с вами будет кнопка Button. Запускаем наше приложение. Вот оно приложение в эмуляторе. Кнопка Button на экране Home. На Dashboard ее нет. Notifications ее тоже нет. Только на Home. Отлично. Давайте остановим. И теперь давайте создадим ей код. Открываем Java. Открываем наш проект. User Interface открываем. И берем Home. Берем HomeFragment. Именно вот сюда мы будем с вами добавлять наш код. Давайте перед Return. Вот сюда мы ставим наш код. Конечно, мы с вами должны создать объект Button. Button. Назовем его как Button. Равняется. Смотрите. Он показывает, что не может разрешить Button. Нам нужно импортировать этот класс. Для добавления импортирования класса нужно нажать Alt Shift Enter. Когда мышка находится вот здесь. С этой подсказкой нажимаем Alt Shift Enter. И у нас с вами добавился импорт Button. Хорошо. Button. Определяем тип Button. И, конечно, так же как вот здесь вот обращаемся к рту и ищем объект по айдишнику. Так. Айдишник, как мы помним, равняется Button. Теперь мы с вами обратились именно к этой кнопке. И, конечно, уже можем привязать к ней события. Пишем Button. Точка. Set. On. Click. Listener. То есть мы с вами установим события при нажатии на эту кнопку. Нажимаем. Пишем. New. View. On. Click. Listener. Смотрите. У нас сразу редактор дописал наш метод OnClick. Именно сюда мы можем с вами вставить какую-нибудь команду, которая будет выполняться при нажатии на эту кнопку. Ну, например, самая простая команда System.out.println и в кавычках, конечно, напишем Hello World. Теперь давайте мы с вами запустим наше приложение и посмотрим, что у нас с вами получилось. Нажимаем Start. Наше приложение компилируется. Вот оно, наше приложение. Оно запустилось. При нажатии на кнопку мы видим, что ничего не происходит. Но на самом деле у нас выводится это на экран консоли. Для того, чтобы увидеть консоль, смотрите, сейчас я вам покажу, что нужно сделать. Вот оно, наше приложение. Нажимаем вот сюда на Run. И здесь у нас с вами вывод нашей консоли. Смотрите, System.out. Hello World. То есть теперь у нас при нажатии на кнопку выводится на экран консоли Hello World. То есть мы с вами добавили активность для нажатия на вот эту кнопку. Можно вернуться в терминал, можно вернуться в этапы построения нашего проекта, а можно смотреть в консоль. Теперь вы можете назначать активности любым элементом в вашей программе. Тем самым уже можете создавать свои собственные приложения на Java в Android Studio. Если вам нравятся такие уроки и вы хотите побольше таких уроков, то тогда, конечно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всем удачи в таких классных начинаниях. Спасибо.